Воздоровительный центр «Солнечная поляна» с 24 по 26 мая прошел традиционный слет студенческих отрядов, который в этом году посвящен 55-летию Омского студенческого движения. На территории лагеря разбили палаточные стоянки, в которых участники проживали три дня. В этом году их оформили в стилистике культовых фильмов. Лучше всех с задачей справилось объединение отрядов проводников «Пегас», «Новая волна» и «Пункт назначения». Ребята стилизовали свою базу под фильм о лесах стране чудес. Наше королевство делится на три локации. Красное королевство, Белое королевство и Королевство безумного шляпника с щепитием. Там располагается палаточная стоянка Белого королевства. К сожалению, Белая королева отсутствует по причине того, что она участвует в других спортивных мероприятиях. Пройдемте дальше, посмотрим Королевство Красной королевы. Королева очень недовольна, когда шарики собираются и какое-то веселое настроение в ее королевстве. И шарики просто лопают ее подручные карты. Пройдемте дальше, у нас есть церемония чайпития. Вот у нас стол стоит. Тут был самый красивейший сервиз. Также была еда, приготовленная в полевых условиях. У нас было угощение сладкое, которое мы придумали собственный рецепт. И сделали тортик и яблоки в шоколаде. Мы очень долго готовились и очень много сил потратили на это. И были самыми лучшими. Это признали судьи. Вам удобно здесь жить? Да, очень комфортно. На самом деле природа, когда выезжаешь из города душного, очень комфортно. Воздух свежий. И друзья тут рядом, и все хорошо. В спортивной программе «Слет» означалась комплексная спартакеада по летним видам спорта. Командные игры на свежем воздухе – один из способов сплочения студенческого коллектива. В «Слете» также приняли участие ветераны движения. Они организовали туристскую эстафету, научили ребят вязать узлы и совершать переправы. Цель всей этой эстафеты – это просто, чтобы команда показала сплоченность, потому что некоторые торапы требуют коллективной работы. И умели распределять обязанности. Какой-то этап – это сложный, то есть нужно человеку, который спортивный. Какой-то этап – сообразительный, там человек сообразительный должен быть, чтобы команда умела определять роли своим бойцам. У кого что лучше получается, тот это должен делать. Также в рамках «Слета» прошел конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов Сибирского федерального округа «Труд-крут» по следующим направлениям. Проводник пассажирского вагона, вожатый детского оздоровительного лагеря, штукатур-маляр, официант-бармен, рыбообработчик и медицинский работник. Плотники-бетонщики на территории лагеря прокладывали пешеходные дорожки. Другие профессии частично проходили в городе. Вчера в Омском ДПО проходил конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов проводников. Первый этап был теоретический, мы писали тест 60 вопросов по профессии проводник пассажирского вагона. Все нюансы работы, конструкция вагона, эксплуатация и другие вопросы. Потом прошел практический этап, где мы устраняли недочеты в вагоне и говорили, что не так. Когда мы приехали на сам слет, нас ожидал творческий этап. Были танцы, мюзиклы и сценки. Очень мне понравился уровень, представленный регионами, потому что настолько эмоций и заряд просто энергии шел от регионов, что мы просто сидели омскими и восхищались то, как люди приехали, незнакомое место к незнакомым людям и просто зажгли весь зал. Такие конкурсы, наверное, в первую очередь для ребят, которые впервые знакомятся с студенческим отрядом. Здесь есть бойцы, которые приехали в первый раз на подобные мероприятия. И получив такой заряд, летом гораздо приятнее и интереснее работать. Ты понимаешь, что это за люди, что это за атмосфера. Когда включаешься в эту деятельность и начинаешь с жителями. Одна из задач слета – передружить представителей студотрядов разных городов и дать ребятам возможность обменяться опытом, организаторами выполнено. Здесь очень хорошая атмосфера. И еще чем отличается от нашего, что наш проходит в сентябре, и там уже прохладно. А здесь вот ночные посиделки у костра, это все еще актуально, и поэтому это все сплощает, все дружно, и это классно.